МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...касающиеся контрактов в сфере закупок. Об этом мы не только поговорим с гостем студии Александром Грибовым. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Я так понимаю, мы опять традиционно с вами говорим о трех законопроектах, которые были приняты или рассматриваются в Государственной Думе. Они все социальные, я так понимаю. И первый, который был принят в третьем чтении, это закон о закупках. Я понимаю, это касающийся системы аптек, аптечного хозяйства. Расскажите подробнее. Я давно занимаюсь этой темой. И вот глубоко копнув, что называется, задав вопрос, почему в одних аптеках цены очень высокие, в других наценка существенно меньше, пришел к проблеме, к той, что в одних аптеках, которые частные, естественно, существует большая наценка, в аптеках муниципальных наценка меньше, но нет ассортимента. Почему? Потому что они работают по стандартному закону о контрактной системе. То есть для того, чтобы им восполнять ассортимент, необходимо пройти огромный круг закупочных процедур. И, естественно, не всегда они могут соблюсти это в срок. То есть люди приходят в более дешевую социальную аптеку, в муниципальную или государственную, которая не должна зарабатывать деньги, а должна в первую очередь обеспечивать людей дешевыми и доступными лекарствами. А там просто нет ассортимента. Теперь мы вывели с этим проектом закона, я являюсь его соавтором, государственные муниципальные аптеки из системы действия закона о контрактной системе, теперь они закупают медикаменты по закону о закупках для юрлиц по отдельной специальной процедуре. Что это даст в конечном итоге? То, что теперь государственные муниципальные аптеки, которые должны поддерживать необходимый дешевый и доступный ассортимент, будут работать по укороченной сокращенной процедуре, что позволит им обеспечивать наличие необходимого для жителей в данном случае нашей области и страны ассортимента. Ты понимаешь, что ассортимент будет попадать быстрее, получается, в аптеки? Конечно, да. То есть они за счет того, что у них меньшая наценка, намного меньше, чем в частных аптеках, которые преследуют цель в первую очередь заработать, у них будет более сокращенная процедура, и это позволит им поддерживать необходимый ассортимент. А можно ли здесь говорить о том, что частные аптеки тоже, может быть, снизят какую-то стоимость на какие-то лекарства? Всегда конкуренция лучше для конечного покупателя, потребителя, поэтому я надеюсь, что, конечно, у нас все-таки тенденция постоянного повышения цен на лекарственные препараты, она все-таки будет в конечном итоге переломлена. Все-таки каждый год констатируем, вот растет цена на это лекарство, на это, на это. Вот этот закон призван, чтобы частные аптеки все-таки тоже сориентировались, и, собственно, хватит уже повышать цены, потому что они растут безудержно, и вот людям должна быть возможность купить лекарства в аптеках муниципальных или государственных. Ну, давайте от аптек перейдем к проекту «Доступная среда», он уже реализуется и в России, и в Ярославской области, но какие-то проблемы существуют, и закон непосредственно об поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья вот как раз вот тоже рассматривался в Государственной Думе. Подробнее, пожалуйста. На самом деле много было сделано еще в общественной палате, когда я работал по программе «Доступная среда», в первую очередь по контролю над тем, как программа реализуется. Но с чем мы столкнулись? Сегодня за эту программу отвечают органы социальной защиты. Вот представьте себе дом культуры на селе. Там должен быть оборудован пандус, потому что его посещают, например, инвалиды, которые передвигаются на коляске. Вот для того, чтобы действительно обязать оснастить этот дом культуры пандусом, нужно было написать запрос в орган соцзащиты, а не в департамент культуры. Там длительная процедура, потом должны быть заложены деньги, проектная документация. В общем, очень и очень долго, а все это время инвалид не может пользоваться этим домом культуры, не посещать какие-то спектакли, постановки, библиотека часто на селе, может быть, еще компьютеры стоят по какой-то программе. И, собственно, несколько кругов приходилось пройти, чтобы в конечном итоге тот самый пандус появился в Доме культуры. Что новым законом предлагается? Теперь каждая конкретная отрасль, которая должна оснащать свои учреждения мероприятиями по доступной среде, несет за это персональную ответственность. Образование? Образование. Культура? Культура. Спорт? Спорт. Иными словами, не в соцзащиту теперь нужно напрягать, чтобы они смотрели за всеми отраслями, как они выполняют программу. А, например, по школе, детскому саду, по другому образовательному учреждению отвечает непосредственно орган власти в системе образования. Чтобы не надо было заниматься футболом и бюрократией, а спрашивать с конкретного ответственного. Поэтому я думаю, что это хороший шаг по контролю над реализацией и воплощением программы «Доступная среда». Депутаты Государственной Думы поддержали этот проект? Да, этот проект поддержан. Мы подложили практику, которую в том числе и в Ярославской области выработали, и примеры приводили, в том числе и негативные, которые я вам сегодня сказал, когда все это очень долго и по нескольку месяцев затягивается оснащение доступной средой. Поэтому надеюсь, что уже буквально в короткий промежуток времени этот закон начнет работать. И еще один социальный проект, социальный закон, это закон об расчете ОДН. Мы с вами об нем уже говорили в прошлой встрече. Расскажите, какие-то дальше продвижения есть в этой теме? Я несколько слов напомню о процедуре. Сначала обсуждается в Госдуме концепция законопроекта, это первое чтение. Я о ней уже вам рассказывал. Суть ее была такая. Вот, например, у нас в Ярославской области один из самых высоких нормативов. И люди получали квитанции за ОДН и платили, по сути, по нормативу, хотя потребляли намного меньше. Вот этим законом мы дали возможность провести общее собрание и платить не по нормативу, очень высокому, а по фактическому потреблению, то есть по показанию общедомового прибора учета. Сейчас собирались поправки ко второму чтению депутата, их готовили, собирали практику из других регионов. К чему мы пришли? Вот 26 мая был комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, и он поддержал поправки во втором чтении, самое важное, позволяющие штрафовать управляющую компанию. Например, по сути, она выставила счет за ОДН 25 рублей, фактическое потребление 10 рублей, 15 рублей превышение. Так вот, эти 15 рублей будут возвращены тому, кто переплатил, а управляющая компания будет оштрафована на 50% от суммы этой переплаты. То есть, на цифрах, на 7,5 рублей. То есть будет конкретная ответственность рублем в случаях, когда выставлен неправомерно и необоснованно завышенный ОДН. Потому что одно дело просто дать механизм, а другое дело установить конкретную ответственность. Я думаю, что это хорошая инициатива, она такая вымученная, потому что ее не поддерживали изначально. Многие органы власти, кто лоббист стоит за рынком жилищно-коммунального хозяйства, защищает их права. Но, по сути, удалось продавить ее, и она будет работать, конечно, я думаю, что пойдет во благо. Потому что ЖКХ – это один из самых сложных рынков, самых таких спорных. И, конечно, здесь нужно делать его прозрачным. И эта инициатива, она будет хорошим подспорьем. В первую очередь важна для людей, верно? Конечно, конечно. Но ОДН огромные платежки приходили. И вот за этим неправильной системой, которая… Жалоб, наверное, много было, да? У нас до сих пор они поступают. И вот теперь, когда будет инструмент, возможность штрафные санкции управляющим компаниям выставлять, я думаю, что лишний раз подумают, прежде чем выставить неправомерно завышенный ОДН. Спасибо большое, Александр Сергеевич, за интересную беседу. О новшествах законодательной базы России мы говорили с гостем студии, депутатом Государственной Думы Александром Грибовым. Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова